Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное. «Естественно». И мне это нравится. Я не на йоту не хотел бы изменить жизнь в сверхъестественном. Мой гость, молодой человек, ходил в наполненную духом церковь и увидел такие излишества, что сразу ушел оттуда. Он решил пойти в евангельскую церковь, где все по-библейски, но там он увидел одну только сухость, такую сухость. Он не видел там никаких чудес, хотя даже в наполненной духом церкви чудес было мало. Вы когда-нибудь слышали о том, что человек может перегорать? Так вот, он перегорел, но затем он стал молиться Богу, говоря, «Боже, должен быть какой-то ответ. Мне в жизни нужен прорыв». Бог ответил ему, «И прорыв случился». Кто из вас хочет найти откровение для прорыва? Кто-то только что исцелился от боли в шее. Ну, проверьте и убедитесь. В возрасте 16 лет Ларис Паркс поверил в Мессию, но кое-что преобразило его жизнь. Он отправился в динамичное собрание, которое поклонялось Богу, но получил то, чего не ожидал. Так что же произошло? Мне было 16, я поехал в одну церковь. Помню, что в то время Бог возбудил во мне такой голод по нему, что я поехал в церковь. Там в порядке вещей была музыка прославления, поклонения. У них были барабаны, гитары, различные инструменты, но музыка была немного странной. Люди хлопали в ладоши, поднимали руки. И для меня это было странно. Однако учение нашло во мне отклик. Я настолько хотел узнать о Боге, о том, кто Он такой, что порой пропускал музыку. Я не хотел иметь с ней ничего общего. Но однажды в субботу 99-го года я пошел в церковь, звучала музыка, и вдруг, безо всякого предупреждения, появился Бог. Он коснулся меня. Я буквально ощутил в грудной клетке жар или огонь, а в руках как будто электричество. Не нужна была вера, чтобы чувствовать это. Это было реально, настоящее переживание. Я подумал, это тот Бог, о Котором мне говорили в школе. Я ходил в христианскую школу, у меня было христианское воспитание, я знал информацию о Боге. Однако в тот день Бог стал для меня реальным. Это была нежная встреча, но такая сверхъестественная. Я до сих пор живу в той встрече, и Бог показал мне, что Он реален. Что ж, Ларри, выходили в эту церковь. Вы уже привыкли к тому, что люди поднимают руки или нет? Да, привык. Они поклоняются. Выходите в эту хорошую, полную духа церковь. Она вам нравится. Но спустя какое-то время что-то начинает вас беспокоиться, потому что вы немного теологического типа и хотите, чтобы все было по слову. Что вас беспокоило? Бога превратили в формулу. Я пережил Бога как личность, Он коснулся меня. Я ощутил этот жар. Однако в культуре той церкви из Бога сделали что-то вроде формулы. Они обращались к Библии и искали в ней стихи с обетованиями, чтобы молиться и получать от Бога то, чего хочется или в чем есть нужда. Меня поражало, как много внимания уделяется не просто получению денег, но превращению Бога в некий торговый киоск или некое его Санта-Клауса. Вы приходите к нему со списком желаний и говорите, Бог, дай мне эти вещи. Я слышал, как один человек сказал, Бог как лампа Алладина, потри его и получишь все, что хочешь. Ну как же это так? Скажите. После этого я покинул ту церковь гиперверы и побежал в противоположном направлении. Мы с женой обсуждали, что не хотим иметь ничего общего с таким подходом. Потом мы попали в другую, харизматическую, полную духа церковь, и, услышав тот же язык, с воплем убежали оттуда, потому что не хотели это слышать. Мы ходили в другие церкви, где была строгая теология креста, прощение грехов, знание, что мы в мире с Богом, праведности. Все эти понятия необходимы. Я приветствую это, но там не было учения, что нам нужна вера, чтобы увидеть дела Божьи сегодня. Они верили, что Бог, возможно, когда-нибудь исцелит вас. Они верили, что, возможно, у вас когда-нибудь будет прорыв, но если его не будет, все в порядке, потому что вы получите его на небесах. Они молились, если есть на то воля Твоя. Воля Бога загадочна. Никогда не знаешь, что Он сделает. Нужно просто доверять Ему. То, что случится, случится. Я знал в своем сердце, что меня это не устраивает. Знал, что в Библии описаны определенные вещи, которые Бог точно сделает, если мы встанем на эти обетования. Если поверим в то, что Он говорит, точно увидим это в жизни. Итак, Он видит одну крайность. Никаких отношений с Богом, только формулы. Он впадает в другую крайность. Только одни лишь правила. Он не знает, что делать. Что делать, когда не знаешь, что делать? Молиться Богу. Это вы и сделали. А что было дальше? Я спросил Бог, на что похожа вера, и Господь провел меня в путешествии по Библии, по Евангелиям, по исцелению. Думаю, что Он хотел разжечь во мне тот огонь, который был во мне в ту встречу в 16 лет. Он хотел, чтобы я знал, что Он реален, и Он сделает то, что Он сказал, поэтому я обратился к Библии и спросил, «Как ты определяешь веру?» А Он напомнил мне историю в Евангелии, которая изменила для меня все. Это было сверхъестественное откровение, и Он дал мне определение, подлинную картину того, как выглядит истинная библейская вера. Когда мы вернемся, мы объясним, что Бог показал Ему об истинной библейской вере, которая приведет вас к прорыву эпических масштабов, не уходите далеко. Это сверхъестественно. Во время пребывания в больнице из-за воспаления легких у моего 71-летнего брата по причине заражения крови перестали функционировать почки. Была даже остановка сердца. Его реанимировали и перевели на искусственную вентиляцию легких. Почти сразу же после этого я услышала, как Рикардо Санчес в вашей программе пел песню «Это еще не конец». Вы много раз показывали о том, как люди исцелялись, в том числе о женщине с кислородной маской на лице. Я почему-то знала, что так будет и у моего брата. Я кратко помолилась за его исцеление, и песня «Это еще не конец» воплотилась в его жизни. Он смог дышать самостоятельно, уже без аппарата. Это было самое настоящее чудо. Слава Богу! Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Когда я смотрела вашу программу, я исцелилась от подергивания века глаза, которое продолжалось шесть месяцев и очень мешало мне читать. Слава Иисусу, что я исцелилась. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Здравствуйте! Я вновь здесь с Ларис Парксом, и сейчас кое-что вам скажу. Очень многие люди были ранены. Они были в собраниях, которые слишком далеко идут в своей вере. Они были в других собраниях, которые уходят слишком далеко от веры. Они были на собраниях, которые ушли в заблуждение. И в итоге вместе с водой выплеснули ребенка, Ларис Паркс такой человек. Он прошел все это. В конце концов, он сказал, «Бог, должно быть что-то большее. Покажи мне веру прорыва». Что Бог показал вам? Какая она эта вера прорыва? Бог дал мне ясное определение и картину того, как выглядит вера. Мне нравятся видения и картины, потому что они ясно показывают, как это выглядит. Бог показал мне вторую главу Марка. В Евангелиях есть история о четырех мужчинах, у которых был парализованный друг, и они отправились к Иисусу. Написано, что Иисус тогда был в городе. Они узнали об этом? И это дало мне понять, что нам нужно говорить о том, что делает Бог, потому что именно свидетельство повлекло их на встречу с Иисусом. Они услышали и поверили. Знаете, нам не нужен мощный пиар, нам нужен определенный товар. Мир кричит, «Хочу увидеть товар! Хочу увидеть что-то реальное!» «Я не буду счастлив, пока не увижу в вечерних новостях вместо того мусора, что мы смотрим сейчас. Возгласы! У человека выросла нога, ее ампутировали, а она снова выросла. Документально подтверждено, вот это новость! Отличная новость!» Да, именно свидетельство повлекло их к тому дому, и они увидели там Иисуса. Четыре парня тащили своего парализованного друга, но не могли прорваться к Иисусу, потому что там было слишком людно. Что же они сделали? Когда я смотрел, как поступили эти мужчины со своим парализованным другом, именно этот момент стал моим прорывом. Они забрались на крышу дома, разобрали потолок и спустили друга к Иисусу. Вы можете себе представить такую ситуацию в современной церкви, чтобы люди приносили больных в церковь, разбирали потолки, спускали их. Если кто-то и говорил что-то стоящее, то это был Иисус. Если кого-то не стоило прерывать во время проповеди, то это был Иисус. Но они прервали его. Они спустили своего друга, и мы знаем конец этой истории. И Иисус сказал, «Ваша вера спасла вас». Вот это удивительно. Когда кто-то говорит, что в Библии есть только одна молитва, и в ней сказано, «Да будет воля Твоя». Что вы отвечаете Ему? Я бы сказал, «Посмотрите на Иисуса Христа». Он вчера, сегодня и во веки тот же. Иисус не меняется, и мы видим, что Иисус — это воплощенный образ невидимого Бога. Что это значит? Это будет звучать как теология. Это значит, что Иисус делал только то, что показывал Ему Бог-Отец. Иисус открывал совершенную волю Бога. Что делал Иисус? Он исцелял всех, кто был болен. Он прощал всех, кто был грешен. Он освобождал тех, кто мучился. Иисус открывал волю Бога. Поэтому многие люди приходили к Иисусу, даже в Евангелиях, и говорили, «Учитель, если хочешь, исцели меня». Я вспоминаю прокаженного, который подошел к Иисусу, со словами, «Если ты хочешь». Иисус ответил так, что мне все сразу стало понятно. «Если ты хочешь», — сказал Иисус, — «я хочу очистить». Я верю в такого же Иисуса сегодня. Те из вас, кто поражен чем-то, болен или борется с чем-то, думают, «Это не Божья воля для меня». А Бог говорит, «Я хочу исцелять». «Я хочу освобождать». Я хочу избавлять тебя, спасти тебя из оков от страха и тревоги. Он хочет этого, друзья мои, и я в это верю. У меня есть вопрос. Вспоминаю одного молодого человека. Вы сейчас молоды, вам 31 год. Я говорю о более раннем времени, о том молодом человеке, который выгорел в своей религии. И вот что с ним произошло. Откуда у вас сейчас такой огонь? Как вы умудряетесь сгореть по сей день? Есть несколько практических вещей, которые я делаю каждый день. Они помогают мне поддерживать страсть по Богу, потому что я не всегда ее ощущаю. Есть дни, и я уверен, что это переживают все, когда вера высыхает. Я не хочу проводиться время с Богом, не хочу проводиться время в Слове. Я говорю об этом честно, и я обнаружил, и учу об этом повсеместно, что есть определенные ключи, определенные поступки, которые моментально разжигают в нас огонь и голод по Богу. Первое — это связь со свидетельством. Когда мы связываем себя, читая или смотря видео, или открывая себя для того, что делает Бог в нашей жизни, или другой. А, и вот реклама, смотрите, это сверхъестественно. Вот что он хочет сказать. Продолжайте. Нам нужно подкармливать себя историями о Боге, потому что иначе, как вы сказали, Сид, мы утопаем. Культура утопает в безнадежности и плохих новостях, однако мы должны постоянно кормить себя и питать себя историями о Божьей силе, Его исцелении, освобождении, потому что они напоминают нам, что Он реален, и Он сделает это снова. Знаете, что я узнал? Когда кто-то делится историей о том, что сделал для Него Бог, другие люди тоже получают это. Это как будто заразно, что ли? Другая вещь, за которую я очень благодарен Богу, мы должны соединяться с людьми своей веры для близких отношений, нашими супругами, лучшими друзьями, теми людьми, которые могут глубоко говориться в нашей жизни. Это должны быть те люди, которые подталкивают нас к Богу, а не отталкивают от Него, потому что в жизни бывают разные дни и разные ситуации. Я знаю, что говорю о вере. У меня были периоды, когда я переживал различные препятствия и сопротивления, и у меня не было веры, но у моей жены она была. Жена была той, кто напоминал мне о Божьей благости, о том, кто Он и что Он говорит. Она была человеком сильной веры. Поэтому мы и нужны друг другу. Мы боремся друг за друга. Вы учите о провозглашениях и распоряжениях. Расскажите нам, что это такое. Нам нужно произносить то, что говорит Бог. Вера — это подражание Богу. Как это выглядит? Это очень быстрый процесс. Он начинается с близости. Он не начинается с принципа. Он не начинается с какой-то формулы. Он начинается с познания Отца, с познания Бога, с познания того, кто Он, с пленения Его красотой и Его личностью. Зная, кто Он, мы проводим время с Ним, обретаем способность имитировать Его. Мы способны говорить то, что говорит Он. Наше мышление обновляется. Что значит обновить свое мышление? Это значит размышлять о том, о чем размышляет Бог. А о чем Он размышляет, это написано в Библии. Она наполняет наши умы истиной Божьего Слова. Мы говорим то, что говорит Он, думаем о том, о чем думает Он, и говорим то, что говорит Он. Иисус сказал, «Слова Мои — суть, дух и жизнь». Я верю, что когда мы говорим Слово Божие, мы не просто связываем предложения, грамматику, глаголы и существительные. Мы говорим Слово Божие, то, что говорит Он, и высвобождается сила. Я хочу, чтобы эта сила пришла, когда мы вернемся. Ларри — это ученик прошлых пробуждений, и я уверяю вас, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня Он хочет делать то же, что делал тогда. Некоторые из этих принципов были похоронены и утрачены, но мы вернем их к жизни. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. АСН — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. У меня в пояснице не было диска, и когда я смотрел программу, Сид сказал, «Бог исцеляет чью-то спину». Я мгновенно понял, что я исцелен. Я даже стал выше на 2 сантиметра. Спасибо, Иисус. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт сидрот.орг. Это сверхъестественно. Я восхищен тем переживанием, которое произошло с Ларри пару лет назад. К нему пришло меняющее жизневидение. Расскажите мне о нем. Я был на служении пробуждения, туда просто пришла сила Бога. Люди прямо бежали к алтарю. Дух Святой побудил меня тоже бежать туда. Я знал, что Он хочет вложиться в мое сердце то, что изменит мою жизнь. Я не знал, что именно это будет, поэтому пришел к алтарю и очень сильно ощущал самого Бога. Певица Лидия Стэнли Мэрролл тоже была там. Она пела песню снова и снова. Она пела «Открой врата», «Открой двери». И во время этой песни Бог дал мне видение ума. Я увидел в своем разуме изображение старинных ржавых ворот замка. Это были решетчатые ворота. Сквозь эти решетки, конечно, могло что-то просачиваться, но все же отверстия были небольшими, и ворота были закрыты, они были опущены. Звучала песня, люди взывали к Богу, и вот что стало происходить. Люди взывали к Богу с жаждой и отчаянием, чтобы Он пришел. И тут я увидел, что по мере усиления молитвы, голода и отчаянных поисков Бога ворота стали подниматься. На словах «Открой ворота» эти ворота открылись. Я спросил, «Боже, что это значит?» «Что значит эта картина ворот?» Я ощутил, как Дух Божий заговорил со мной и сказал. Я двигался на протяжении всей истории. На протяжении всей истории были люди, мужчины и женщины, которые жили в сверхъестественном. Кто-то думает, что излияние Святого Духа произошло в книге «Деяний», а затем, годы спустя, повторилось во время пробуждения на Азуза-стрит. Однако есть долгая история мужчин и женщин, которые жили в Боге. Одним из них, о ком я сразу вспоминаю, был святой Франциск Осийский. Он был человеком, который подражал Иисусу. Он знал, что жизни Иисуса и его служения были открыты, так что он подражал Иисусу и видел потрясающие чудеса, знаки и знамения. Это происходило на протяжении всей истории. Всегда были люди, которые боролись за это. Я ощутил, что ворота над нашим поколением открываются все быстрее, потому что сегодня нас много. Это не просто один, два, три человека или монашеское объединение, как это было в Средние века. Целое сообщество, целая группа людей в этом поколении стремятся к тому, чтобы пережить силу Бога. Я вижу, что врата открываются, и мне кажется, что Дух Святой показал мне такой принцип. Суверенность Бога не имеет ничего общего с уровнем сверхъестественной силы, высвобождаемой на землю. Многие думают, что Бог суверенный. Если Он захочет сделать то или иное, если захочет исцелить больных и сотворить чудеса, то Он это сделает. Как говорила бабушка моей жены, пути Бога неисповедимы. Да, но только не для Его детей. Вот так именно. Они неисповедимы для тех, кто не знает Бога, и поэтому эти принципы, это понимание, отношение и борьба очень важны. Расскажите мне о Катрин Кульман. Я знаю, что вы изучали всех. Она одна из моих любимых личностей. И моих тоже. И вот почему. Эта женщина видела потрясающие чудеса, беспрецедентные чудеса, целые стадионы людей, которых осеняла сила Бога. Хотя Катрин даже не прикасалась к ним. Сила исцеления просто обрушивалась на этих людей. Помню, как эта женщина обращалась к собранию студентов и начала с молитвы. «Господь, нет никого голоднее меня, той, кто обращается к Тебе». Я подумал тогда, Катрин, ты видела столько потрясающих событий. Многие люди моего поколения так хотят тоже это увидеть, а ты говоришь, что голодна и хочешь еще. Я помню, как смотрел и думал, она настоящий лидер, который подает пример, потому что она видит столько Божьих дел и все равно считает, что это не предел. Всегда есть что-то большее. Я не достиг предела. Я не буду останавливаться на одном уровне. Я не буду довольствоваться только им. Всегда можно увидеть еще больше силы, еще больше помазания и пребывания Бога в моей жизни. Поэтому не будем останавливаться. Перед программой вы сказали мне, что Бог призвал вас помолиться за людей, поэтому сделайте это прямо сейчас. «Отец, я молюсь, чтобы ты сейчас коснулся каждого, кто смотрит нас, коснулся так же, как это было со мной в 16 лет. Бог, коснись их своей реальности. И неважно, знают ли они тебя, и молились ли Иисусу, чтобы Он стал их Господом и Мессией, или не знают, говоря, «Бог, есть ли ты?» Я верю, что прямо сейчас есть люди, которые думают или говорят, «Боже, если ты есть, коснись меня». Прямо сейчас я верю, что пока мы молимся, Дух Святой наполнит вашу комнату, Он коснется вас так же, как коснулся меня. И это переживание, эта встреча будет событием, от которого вы будете черпать жизнь, веру и силу до конца этой жизни. Вы будете переходить из славы в славу, переживая Бога больше, чем это казалось возможным. Отец, я молюсь, чтобы Дух Святой сейчас коснулся тех, кто голоден и говорит, «Боже, я знаю тебя, я знаю Иисуса, но я хочу большего, хочу видеть твою силу в своей жизни больше, чем когда-либо». Коснись их, Господь. Высвободи новое крещение огнем, Отец. Есть те, кто не знает тебя, кто интересуется тобой так же, как я в 16 лет, не зная твоей реальности, не ощущая тебя, не переживая тебя. Они говорят, «Бог, если бы ты был рядом, Дух Святой, я молюсь, чтобы ты открыл им Мессию Иисуса, так как никогда раньше». Коснись их прямо сейчас, коснись их, Отец, коснись их зрелищно или мягко, это не важно. Не важно, как он коснется вас, главное, что эта встреча изменит все. Я скажу еще кое-что. Голод, сверхъестественный голод приходит через телевизор и компьютер, через ваш мобильный телефон прямо сейчас. Он не прекратится, пока вы не переживете встречу с живым Богом. Уверяю вас, у меня были такие переживания, и что бы Бог ни делал для меня или для Ларри, Он готов сделать это и для вас. Вера прорыва прямо сейчас. Смотрите в следующем выпуске. Моему гостю предложили стать помощником пастора в самой крупной церкви мира, но он отказался. Внутри него жила мечта. Он поможет вам соприкоснуться с вашей мечтой, и она станет реальностью вашей жизни лично у вас. Вам уже интересно? Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова